Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта Читай быстро, в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов. Три задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Роман Масленников и книга «Хайпанем. Взрывной пиар. Пошаговое руководство, которое содержит нецензурную брань». Несколько слов о романе. Это практик, известный в профессиональных кругах пиарщик и, собственно, как следует из самой книги, создатель термина «взрывной пиар». Роман является кандидатом философских наук, он генеральный директор пиар-агентства «Взрывной пиар» и 12 лет занимается пиарскими практиками. 8 канцких львов в результате пиар-акций, 5 принятых законов, 5 мировых информационных резонансов. Очень много роман пишет про Яндекс.Новости и Google Тренды и, в общем-то, судя по книге, тоже достаточно сильно гордится тем фактом, что регулярно в них попадает. Ну и, в общем-то, он на сегодняшний момент издал 7 книг-бестселлеров, как указано в самой книге «Хайпанем», хотя я думаю, что на момент выхода этого обзора, учитывая кипучую деятельность романа, этих книг уже больше, и 102 электронные книги. Вместе с романом, как это водится, мы допиваем итальянское «Игристое полусухое». Те, кто слушает подкаст «Читай быстро» не в первый раз, знают, что вместе с хорошей книгой я открываю бутылочку неплохого вина. Сегодня повод отличный, вернее, их даже два. Во-первых, закончились новогодние праздники, Оливье побеждено окончательно, можно приниматься за работу, если не читать рецидива, который будет у нас с вами на старый Новый год. А во-вторых, это 50-й обзор в формате «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Так что, как говорится, поднимем бокалы. Стоит отметить, что мне повезло, и у меня в руках оказался экземпляр книги романа, в котором самим автором написано «Успеха во всем» и «Хайпа». И именно этот экземпляр я бы хотел, после того, как закончу обзор, разыграть с одни наших подписчиков в Инстаграме. Поэтому, как только досмотрите до конца, приходите в Инстаграм, там уже, скорее всего, нужно будет сделать какое-то простое действие для того, чтобы получить книгу с подписью автора. Давайте пока попробуем разобраться в том, что это за история такая, которая помогает брендам и бизнесам попадать в топы новостных лент и на первые страницы газет и журналов. Два важных факта. Люди находятся в перенасыщенном информационном поле. Огромное количество сообщений, рекламных, новостных, месседжей и всего-всего-всего вас окружает. И люди хотят эмоций положительных или даже иногда отрицательных, но все равно эмоций. Никто не хочет скучать. И поэтому, если вы не вызываете эмоций и не резонируетесь с тем, что сейчас важно для вашего потенциального клиента, с тем, что для него находится в повестке дня, то, скорее всего, ничего не случится. Масленьков говорит о том, что у вас есть несколько вариантов достучаться до клиента в коммуникациях. Это реклама. Ее роман называют проституцией. Заплатил, получил. Нет денег, нет секса. Это маркетинг. Это акция «Два секса по цене одного». Это пиар. Вот эта классическая штука. Классический пиар – это любовь. Она на пустом месте не рождается. И чтобы влюбить в себя потребителя и журналиста, нужно пройти какой-то конфетно-букетный период. А если вы к этому всему не готовы, то вам нужен взрывной пиар. Это та самая разновидность любви, которая бывает в самом начале и которая вызывает страсть. Ну и, в общем-то, вызывает эмоции и заставляет людей как-то все-таки реагировать на то, что вы им говорите. И справедливости ради стоит отметить, что вот саму книгу в процессе чтения я для себя разделил на две большие части. Первая – это, собственно, опыт романа и теоретическая часть, объясняющая, что же такое взрывной пиар. И чем она отличается от классического и почему вы будете вынуждены в 2020 и дальше годах хайповать. А второе – это кейсы. Даже правильнее будет сказать, что в книге кейсы, 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 кейсы. Потому что они повсюду. Часть вот этих практических решений, каких-то задач можно найти в свободном доступе. Часть оформлены в виде еще нереализованных идей. Там даже есть целый раздел со ста идеями для разных видов бизнеса. В общем, в любом случае их обилие может быть полезна, как своеобразная путеводная звезда в моменты, когда вам нужно раскачать собственную креативность и понять, в каком направлении копать при планировании той или иной пиар-активности для вашего бизнеса. Копать нужно непрерывно, потому что пиар относится к такому роду деятельности, где тяжело с помощью одних только теоретических знаний, полученных в каком-нибудь в УЗИ или на курсах, стать хорошим специалистом. Сразу ни у кого не получается идеальная картинка. Помним Гладуэлла и его 10 тысяч часов, которые вам необходимо будет налетать для того, чтобы стать хорошим пиарщиком или пилотом. Рано или поздно все равно начнет получаться, нужно просто продолжать движение. Основополагающим фактором движения является, кстати, не точность, а именно скорость. Ну и вообще, собственно, само наличие вот этого способа переставлять ноги. Количество всегда перерастает в качество. Диалектика Гегеля нам об этом говорит. В общем-то, и пиар-закон номер два в книге Масленникова так и звучит, что решает не качество, а количество упоминаний в СМИ вашего бренда. А дальше, следуя закону диалектики, количество всегда перейдет в качество. То есть, если хотите, чтобы у вас получалось, просто делайте. Я, кстати, когда дочитывал эту книгу, услышал, ну не из книги, но очень вот в создании инфоповода вложиться хорошо, услышал тезис про то, что сложные системы или сложные решения никогда не возникают на пустом месте. Они могут быть только результатом эволюции простых систем. Другими словами, если вы хотите сделать что-то по-настоящему крутое, сложное, интересное и красивое, вы никогда не сможете сделать это с нуля. Вам нужно будет сделать сначала что-то простое, а потом эволюционировать в это самое сложное. И, в общем-то, поэтому и нужно будет создавать инфоповоды. Инфоповоды нужно создавать как для корпоративных историй, так и для построения вашего личного бренда. Хотите ли вы его развивать в привязке к основному бизнесу или хотите развивать его самостоятельно, это уже там ваше будет решение. Ну, то есть вы будете его развивать для того, чтобы продавать ваши глубинные насосы, которыми занимается ваша компания, или вы будете его развивать как селф-мейт чувака, который сделал себя сам и дальше всех зовет на бизнес-завтраки. В книге есть список людей, которые, в общем-то, селф-мейт, которые сделали себя сами, Чичваркин, Тиньков, Лебедев, Полонский, Собчак, и у них есть одна общая черта, так или иначе они оказываются втянутыми в скандалы. И, в общем-то, Масленников дает список из 15 основных пунктов, с помощью которых можно раскрутить любой личный бренд. Ну, здесь есть достаточно такие эмоционально более-менее нейтральные пункты, такие как там свадьба или роман, или какие-то личные рекорды, широкие жесты, сражения с врагом или проект большой пользы. А есть достаточно такие, ну, не сказать, чтобы циничные, но, в общем-то, на грани решения, вроде как ЧП или попадание в ДТП, победа над болезнями, может быть, вы там решите снять про себя фильм, или написать книгу, начать новый бизнес, или совместно отжечь с фанатами. В любом случае, будьте готовы к тому, что, находясь в информационном пространстве и не потребляя контент, а генерируя его, рано или поздно вы будете втянуты в скандал. И личный бренд, он чаще всего растет, как на дрожжах, именно на скандалах. В этой части книги я вот впервые вспомнил поговорку про колбасу и закон, которая звучит так, что если вы любите колбасу и уважаете закон, то лучше вам не видеть, как делается ни то, ни другое. Дальше в процессе прочтения книги эта мысль посещала меня все чаще, в том смысле, что результат пиара это всегда какая-то вот интересная эмоциональная вспышка, которая заставляет вас сопереживать, улыбнуться или, в общем-то, испытать какие-то эмоции. А под капотом у этого всего иногда достаточно циничные вещи находятся, и, может быть, так и должно быть, потому что для того, чтобы вызвать какую-то эмоцию, вам нужно быть готовым к применению хули-пиара. Хули-пиар — это сокращение от хулиганского пиара, и когда вы работаете с такой тонкой материей, как эмоции, роман говорит о том, что у каждого из нас в первый раз может получиться случайно. То есть если мы провели какую-то одну акцию для нашего бизнеса или там сгенерировали идею, которую отдали на реализацию в пиар-агентство, и оно выстрелило, это ничего не значит. Может такое случиться, да, действительно повезло, но для того, чтобы повторять этот успех раз за разом, нужно знать законы вот этого хули-пиара, ну или, по сути, взрывного пиара, и постоянно тачивать навыки. Ну и по Масленникову есть четкие измеряемые критерии взрывного пиара. Это, в общем-то, вот эта история про то, какое количество публикаций оно генерирует, и про то, что невозможно во взрывном пиаре оставлять человека равнодушным и не вызывать у него никаких эмоций. То есть чем круче идея, чем круче она доработана и реализована, тем больше будет у вас публикаций, тем больше будет упоминания вашего бренда. Для того, чтобы это получилось максимально хорошо, следует разговаривать с клиентами. Ну, это Роберт Фицпатрик, по-моему, и книга «Спроси маму» про то, что нужно говорить о бизнесе, о идеях в бизнесе, о идеях для взрывного пиара или идеях для продвижения вашего продукта. Во-первых, с теми, кто вам близок, с теми, кто находится в команде, с теми, кто вас понимает и разделяет те вещи, о которых вы говорите. Ну, а во-вторых, с клиентами. Конечно же, для того, чтобы понять, как достучаться, в какой способ достучаться до клиента вашего конкретного бизнеса сегодня максимально быстро и удобно с точки зрения бюджетов и каналов коммуникации, в том смысле, чтобы они не были растянуты во времени, то допрашивайте клиента на тему того, что он смотрит, что он слушает, что читает, где он потребляет основные новости, в общем-то, основной канал его коммуникации, каким каналам он доверяет больше всего и так дальше. Может так оказаться, что ваша целевая аудитория достаточно разрозненная и они получают информацию из разных каналов, но тогда нужно искать один какой-то, который их объединяет. Там Роман в книге приводит пример о том, что даже у абсолютно разных целевых аудиторий программа «Вечерний урган» может являться объединяющей. Ну, в общем-то, нулевая точка. Поскольку взрывной пиар – это страсть, ее нельзя сымитировать, то есть вы не можете сделать вид, что вы придумали взрывную акцию, а клиенты сделают вид, что они сэмоционировали на нее. Именно поэтому идея и креатив являются основоположными и, в общем-то, той нулевой точкой, от которой нужно плясать. Для того, чтобы идея и креатив имели шанс повышенный на успех, они должны по Масленникову соответствовать формуле ППЦ плюс ДЮ. Это та самая формула взрывного пиара, которая состоит из следующих вещей. Значит, первая П – это парадокс, вторая П – это повестка дня, и С – это ценность. Парадокс – это, в общем-то, главная составляющая информационного повода совмещения несовместимого. В книге приводится пример про то, как прошел проливной дождь, затопило горы, там лужи, грязь и паника, а люди берут и катаются на водных лыжах или вейкборде и обязательно сразу же попадают во все выпуски новостей. Если бы у вас был магазин, который продавал вот эти самые вейкборды, то вы могли бы это использовать как пиар-повод, или вы были там производителем, каким-то местным, локальным. Вот этот парадокс, он не заставляет людей, в общем-то, как мне показалось, первая П отвечает как раз за то, чтобы заставить человека обратить внимание на информационный повод. Вторая П – это повестка дня, или его еще называют ньюсджекингом. В общем, то, что важно людям, то, что здесь и сейчас может срезонировать. Если вы придумаете какую-нибудь там супер идею про то, что сейчас не актуально и никому не интересно, то, скорее всего, она не попадает в текущую повестку дня конкретной целевой аудитории и останется незамеченная. Ну и ценность – это то, что вы хотите донести до потребителя, и в идеале еще и с упоминанием вашего бренда, для того, чтобы его там никак из сюжета не смогли вырезать, и клиент или потенциальный клиент точно был осведомлен о вашем бренде как о ценности. Вот это базовая формула ППЦ, получается парадокс, повестка дня и ценность. После этого, как только вы проработали эти три составляющие, вы добавляете еще действия, потому что, ну, в общем, Роман говорит о том, что неподвижность – это всегда очень плохо. Лучше шествие, чем пикет, лучше драка на шествии, чем просто шествие, и лучше драка, которая переходит в стриптиз, чем просто драка. Динамика крутой и понятный залог того, что картинка будет показана в ТВ, эфире, или залог того, что это все зайдет на Ютубе. Ну и последнее Ю, тут надо быть очень осторожным, это юмор. Приправьте щепоткой юмора или элементом комедии вашу пиар-акцию, и тогда все будет хорошо. С юмором нужно быть осторожным, я с Романом тут полностью согласен, еще и в силу того, что сейчас, в общем-то, основной уже целевой аудиторией по возрастному составу является поколение, взросшенное на комедий-клабе, которое без юмора не воспринимает информацию, но важно не испортить кашу. Важно, чтобы этот юмор, он действительно не вытеснил саму суть, и важно, чтобы это было действительно смешно, потому что, ну, как нам кажется, мы все умеем шутить, а на практике получается, что не всегда это смешно. Для того, чтобы вот эта формула по созданию идей для взрывной пиар-акции работала, вам нужны источники вдохновения и постоянные тренировки. Я уже говорил об этом в начале, повторюсь и сейчас, ничего не бывает с нулевой точки, просто так вот сразу не получается. Для того, чтобы создать сложную систему, вам нужна, она создается только в процессе эволюции, значит, вам нужна для начала какая-то простая. Для того, чтобы создать простую, у вас может хватить в общем-то и ваших там персональных данных, навыков и всего остального, но потом вам нужны постоянные тренировки и вдохновение. Масленьков говорит о том, что для того, чтобы провести акцию взрывного пиара, максимально хорошо подойдут шесть основных форматов. Ну, первое, это ньюсджекинг, это, собственно, пиратская новость. Вы, по сути, только пишете текст пресс-релиза и отправляете его в рассылку. Самого события может и не существовать вовсе, вы его выдумываете, но чем эмоциональнее, чем круче оно будет расписано и чем больше оно будет вызывать эмоции, тем будет лучше. Второй формат – это фейк в интернете плюс офлайн. Как пример, он приводит ситуацию, когда в Тюмени открывался ресторан грузинской кухни и в пресс-релизе написали, что будет космическая пища в тюбиках и во всем вот этом вот космическом стаффе, в общем-то. И об этом открытие написали все СМИ в городе, федеральная пресса, и там чуть ли не первый канал приехал снимать сюжет, но оказалось, что на самом открытии никаких тюбиков не было. Нужно было чуть-чуть докрутить, и это было бы гораздо более интересно и гораздо больший бы охват получился. Третий вариант – это мини-драма в офлайне. Это когда вы ввязываетесь в театрально-пиаровскую постановку, когда реальное происходит какое-то событие, возможно, там принимают участие актеры, возможно, это люди, которые оказались вовлеченными в эту театрально-пиаровскую постановку. Ну, примеры в основном связаны с судами, когда кто-то подает на кого-то в суд, и в эту всю историю вплетается бренд. Вирусняк – это как бы снятое случайно на мобильный телефон, видеорегистратор или скрытую камеру видео, которое, в общем-то, сопровождается провокацией реакции в средствах массовой информации. Ну, я думаю, что мы все из вас попадали, в общем-то, были потребителями такого контента и не замечали, как иногда туда вплетаются бренды. Уличный спектакль – это та же самая офлайновая микродрама, только уже со сложным реквизитом, внушительной массовкой, там какое-то шествие, аварии, пикеты и так дальше. И медиавирус, по Масленингу, это самое крутое, что может быть во взрывном пиаре, когда центральной темой всех публикаций становится видеосюжет. Ну, и он предлагает набрать в Ютубе там несколько запросов или выстрел Авроры в 2011, или НЛО над Красной площадью, или секс в Белом доме. И вы поймете, что такое медиавирус, и как вот как раз в этом случае аккуратно вплетен бренд в сюжет ролика, и вы уже никак его туда не вытащите. Вы, в смысле, редакторы новостных каналов, которые подают эту новость, и понимают, что это, в общем-то, была там пиар-акция, и, может быть, стоило бы убрать упоминание бренда, но уже никак этого не сделать, потому что составляющие медиавируса как раз и есть упоминание бренда. Критика – это нормально. Как говорили классики, не критикуют только тех, кто ничего не делает. Ну, и обязательно будет. Отношение к критике, вы должны понимать, что это чисто ваша внутренняя история и чисто психологический дискомфорт. Для раскрутки бизнеса это только в плюс. Как говорил Сальвадор Дали, пусть ругают все как хотят, лишь бы имя писали правильно. Возможно, с помощью критики вы станете обладателем такого крутого инструмента для взрывного роста. Это не Масленников сказал, это мое мнение, но, думаю, может быть, Роман с этим бы и согласился. Я вот считаю, что личная обида – это один из лучших способов продемонстрировать взрывной рост. Когда вы что-то делали, в вас не поверили, и люди, мнения, которых было вам важно, раскритиковали вас настолько, что это послужило поводом очень сильно обидеться и доказать им всем, что вы чего-то стоите. И вот в этом смысле критика может вам помочь двигаться с гораздо большей скоростью, чем вы двигались бы, если бы вас не критиковали. Ну и вот тут уже, как говорит Масленников, главное правило пиарщика – это никогда не оправдывайтесь. Потому что, когда вы реагируете на критику, вы как бы начинаете оправдываться и подаетесь на провокации, с чего, в общем-то, эти недоброжелатели или тролли, которые вас критиковали и хотели. Никогда не реагируйте на чужую игру, лучше в это время начинайте новую партию. новички, приходя во взрывной пиар, чаще всего совершают три ошибки. Не врите, вернее, если и... не врите, фантазируйте. Если что-то выдумываете, то старайтесь так, чтобы это было перемежевывалось с какими-то реальными фактами или, по крайней мере, ну, не было таким оголтелым враньем. Не вступайте в открытый конфликт с силовиками. Любая акция в взрывном пиаре это, как правило, какое-то действие. Это значит, что... Ну, Маслеников говорит, что если вот на вашу акцию не обратила внимание полиция, значит, что-то пошло не так, значит, надо переделывать. Но при этом не провоцируйте открытый конфликт с силовиками, потому что это та тонкая грань, когда результат может быть настолько непредсказуем и выглядеть настолько плохо, что от вас отвернется та самая целевая аудитория, эмоции которых вы так добивались этой акцией. И не тыкайте сразу в лицо всем свой бренд. Старайтесь делать это очень органично, может быть, первое время тренируйтесь вообще без упоминания бренда, чтобы набить руку и понять, как работает эта механика, а уже потом потихоньку добавляйте коммерческую составляющую. Ну, и соблюдайте правила безопасности. Их почти как 10 заповедей, и они, кстати, вот так сформулированы, в общем-то, похоже, но их 15. Основные это не крадите, не вредите, уважайте, сохраняйте, а также помните о цели и не начинайте, не посоветовавшись с юристом, ну, вспомогательные про то, что не направляйте пиар туда, куда не хотите стрелять, всегда помните о цели акции, пиарщик не раскрывает, ну, это такие уж там этические моменты, не раскрывает себя, если не пиарит конкретно себя в акции, уважайте традиции, которые существуют у пиарщиков, ну, и так дальше. То есть соблюдайте основные правила безопасности и все у вас будет хорошо. Вот таким был быстрый обзор книги «Хайпанем взрывной пиар пошаговое руководство» от Романа Масленникова. Три задачи, которые я всегда записываю в букнот, это блокнот для осознанного чтения, который мы в читай быстро сделали специально для того, чтобы из каждой книги извлекать максимум пользы. Ну, если слушаете не первый раз, то наверняка знаете, если первый, то вот вам будет интересно узнать. Смотрите на третью фотографию слева, так выглядит страница букнота, на ней можно записать, в общем-то, название книги автора. В правом верхнем углу есть кружок, который закрашивается для того, чтобы классифицировать книги. Например, все книги по личностному росту вы можете красить в красный кружок, все книги по пиару от Романа Масленникова красить в зеленый или там синий, и таким образом в блокноте будете быстро находить те или иные книги. Дальше вы выписываете 10 основных фактов из книги, как это сделал я, и потом на основе этих фактов формируете три задачи. Задача это сигнал мозгу, что нужно пойти и сделать в результате прочтения этой книги для того, чтобы извлечь максимум из нее пользы. Вы можете записывать это все структурировать в блокноте, а можете делать в обычной тетради. Самое важное, чтобы вы таким образом во-первых, выделяли основную информацию из книги, а во-вторых, давали себе четкий сигнал, что следом за прочтением книги будет какое-то практическое действие. Так вы получите из книги максимум пользы. Я себе выписал три основные задачи. Это прокачивать креативность, курсы, упражнения и налет тех самых десяти тысяч часов, потому что с первого раза не получится, и чем больше будут практиковаться, тем будет лучше. Второе, это реализовать две-три идеи из списка идей внутри книги, ну потому что их там очень много, очень много идей, на основе которых можно что-то дальше докрутить и не воспользоваться этим инструментом было бы глупо. И третья моя задача это в общем-то подарить эту книгу кому-нибудь из подписчиков в инстаграм, а себе купить новую, потому что вот эти практические советы и кейсы, они стоят того, чтобы к ним возвращаться с определенной периодичностью, но регулярно. Это был проект читайбыстро буква.инфо, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, колокольчик, подписывайтесь на палец, на колокольчик, комментарий обязательно напишите какой-нибудь хороший или не очень к этому обзору, в общем все то, зачем вы как правило приходите на ютуб. Захотите проверить скорость чтения буква.инфо слэш рапид, читайте текст, отвечайте на вопросы, получайте сертификат и советы по улучшению скорости чтения, блокнот для осознанного чтения, букноты, наши рабочие тетради для развития навыков беглого чтения у взрослых и детей на сайте буква.инфо слэш блог, ну вот в инстаграме буква.инфо, сейчас мы выльем эту книжку, будет какая-нибудь простая механика, там оставить коммент, упомянуть друга и в общем-то мы с подписью романа отправим этот экземпляр победителю через некоторое время. Пожалуй, на сегодня все, через неделю будет какая-нибудь новая интересная книга и будет какое-нибудь неплохое вино. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.